Первый заместитель губернатора Ненинского округа Михаил Васильев совместно со специалистами различных структур и ведомств посетили поселки Харута и Харивер. Рабочая поездка стоялась по поручению главы региона Александра Цибульского. Главная цель – смотреть образовательные учреждения, чтобы понять, насколько они готовы к новому учебному году. Чисто как мастерский ремонт. Только красили стены и полы. Первый социальный объект, который посетила делегация в поселке Харивер – школа. В образовательном учреждении в летний период, кроме покраски кабинетов, были выполнены работы по укладке напольного покрытия. Потом частично мы сделали ремонт системы отопления, сантехники. В общем, все как обычно у нас бывает каждый год. К учебному году школа готова. 1 сентября она откроет свои двери почти для 100 учеников. Восемь из них – это первоклассники. Еще один объект, который посетил Михаил Васильев и представители профильных ведомств, стал детский сад. Кстати, он располагается в одном здании со школы и является малокомплектным. А это значит, воспитательный процесс проходит в объединенных группах. Каждый год меняются объединения. В этом году старшая подготовительная, в прошлом году были средняя и старшая объединенные. Подготовительная была большая сама по себе группа, она была отдельная. Это специфика не только фурьера, а и населенных пунктов. Когда мы смешиваем в связи с малочисленным количеством детей, мы и в школах у нас есть совмещенные классы в соответствии с анпинами, так же и в садик. Да, ну и сейчас же новая программа по образованию, она предусматривает объединенные группы даже до трех возрастов, до четырех, и ничего страшного. Следующей точкой в маршруте стал аптечный пункт. Там представители департамента здравоохранения проверили наличие лекарственных средств. А что у вас от сердца есть? От сердца, так, секундочку. Минимальный меметий, да? Да. Нитроглицерин? Нитроглицерин. А цены у вас по сравнению с городом? Не отличаются? На жизненно важные необходимые, точно такие же, как у Теоретической Федерации. Кстати, аптечный пункт находится в здании участковой больницы. Духэтажные строения площадью более тысячи квадратных метров возвели всего три года назад. Однако к его состоянию уже имеются вопросы. Здание у нас принято в эксплуатацию в 2015 году с огромными недоделками. Это в адрес застройщика были уже претензии. В этом году мы планировали и закрыли стационар на ремонт на месяц июль-август. С учетом летнего периода, когда востребованность в стационарном лечении не очень такая высокая. Ну, в общем-то, это не оправдало наши надежды. Почему? Потому что застройщик, он самостоятельно не выезжал сюда устранять свои недоделки. Действительно, непонятно по каким причинам, но подрядная организация «Мехколонна-88», гендиректором которой является Александр Медников, Харивер не явилась. Все проблемы решали силами местных жителей под руководством рабочего по обслуживанию здания Сергея Фирсова. Запенили все швы, чтобы не дуло. Потом что еще. И канализация она была в аварийном состоянии. Поменяли трубы, утеплили, греющие кабеля проложили. Вот и в основном все пока что мы сделали. То, что заказчик сделал, сказал. Все, что было сделано за летний период руками местных жителей, смогли оценить представители департамента строительства. До самого верха, до раковины сделали греющие кабель. Ну, до верха, потому что замерзало именно в пространстве. Сейчас утепляли цокольные перекрытия. Это между подвалом и первым этажом перекрытие. Достаточно утеплено. И сделали дополнительный кабель греющий, для того, чтобы не замерзала канализация. Ну, и то, что мы можем наблюдать, что все-таки частично работы выполнены. Но претензии, конечно, к качеству. Но заставляет желать лучшего. И я думаю, что Центр-суровый заказчику по результатам поездки поручим, чтобы они продолжали, скажем так, заставлять подрядную организацию, которая выполнена некачественной работой, завершить все. Несмотря на проблемы, сейчас больница работает в обычном режиме. На данный момент там трудится 21 человек. В этом году в штате появился долгожданный стоматолог. Теперь, шутит заведующий отделением, все жители села могут похвастаться голливудскими улыбками. Спросом пользуется, да. У нее запись была на 7 месяцев вперед. Поэтому, ну, конечно, ведь отдаленность от нашего поселка все же не позволяет выезжать просто так для санации полости рта, для лечения. И это очень даже хороший вариант для населения, когда свой зубной врач. Общий итог поездки в Харивер подвел первый заместитель губернатора НАУ Михаил Васильев. По его мнению, главное муниципалитету удалось в срок подготовить образовательные учреждения к новому учебному году. Встретились с руководителями предприятий и учреждений, обсудили ряд проблем. Естественно, основное это жилье. Конечно, проблема не быстро решаемая, но в любом случае округ этим проблемой будет заниматься. Также озвучили, что приоритет это строительство детского садика. Департамент от Сусливой имеет приоритет по данному объекту и собирается приступить уже скоро к проектированию. Еще один населенный пункт, который посетила делегация – Харута. Этот поселок Заполярного района имеет интересное географическое положение. Входит в состав округа, но расположен на территории республики Коми. В Харуте представители власти также осмотрели образовательные учреждения. Они готовы к приему воспитанников и учеников. А вообще жизнь в поселке кипит. Причем местные приводят в порядок не только социальные объекты. За летний период молодежь и подростки округа успели не только хорошо отдохнуть, но и поработать. Они убирали мусор, красили заборы и перила, приводили улицы в порядок. На сегодняшний день поселок Харута к встрече нового учебного года готов. В этом году на территории муниципалитета все лето работали несовершеннолетние. Для руководства поселка это возможность навести на территории порядок. Для подростков – подзаработать. Да, многие желающие есть много, да. Ну, хотя денег подзаработать. Для этого же все-таки работать хотят. Кто куда едет, кто поступает, всем деньги нужны. А ты куда хочешь деньги потратить? Я сейчас, ну, еду в Наринвар. Кстати, молодежи в поселке немало. И что удивительно, многие после окончания учебных заведений возвращаются обратно домой. Вырос здесь, учился, сходил еще, поучился в университете, потом сходил в армию, ну, здесь годик поработал. Сейчас решил поступить на пилота в Омское училище. Ты поступил? Да, все поступил. И когда занятия начинаешь? В понедельник уеду, как бы, с первого сентября занятия. А вот оттуда, знаешь, или вернешься на родину? Вернусь на родину. А почему? Ну, хочу летать здесь. После осмотра социальных объектов участники делегации провели круглый стол с представителями поселковых учреждений, на котором обсудили главные проблемы Харуты. Самое острое из них в СПК «Рассвет севера». Бывший председатель в свое время передала некой организации земли и всех оленей. Позже выяснилось, глава СПК нарушила устав. И оказалось, что в одно мгновение, это, как называют, рейдерский захват, владельцем всего стала некая фирма. Местные населения, депутаты местные, ну, скажем так, забили в колокола. Ну и дальше подключилась администрация, был судебный процесс, в котором первое было решение расторгнуть договор, который был, и о том, чтобы передать землю обратно. В настоящее время мы подали в суд, было первое решение суда о том, что землю вернуть. Сейчас в отношении бывшего председателя производственного кооператива заведено уголовное дело. Повторное слушание состоится после 20 сентября. В СПК надеются, что им удастся выиграть суд. В администрации региона тем временем заявили, в случае необходимости они готовы предоставить помощь, в частности юридическую. Кроме того, данная проблема уже находится на личном контроле Александра Цибульского. Любовь Пермякова, Ленин Шишелов, Телеканал Север.